Присаживайтесь поудобнее, сегодня в выпуске. Быстрые продажи в Индии смартфонов Xiaomi Redmi i1 и i1 Lite. Слухи о складном смартфоне Samsung уже в 2018 году. Маленький удаленький Niche Phone S. Карманная электробритва от Xiaomi Portable Electric Shave. Слухи о новом HTC Ocean Harmony. Данные об успехах фирменной оболочки Flyme от Meizu. Очередуя грандиозное поражение в борьбе Samsung и Apple. Буквально пару дней назад в Индии стартовали продажи новых смартфонов компании Xiaomi Redmi i1 и Redmi i1 Lite. Правда стартом назвать это сложно, продажи закончились, не успев начаться. Всего за 3 минуты виртуальные полки Amazon и Meekom был опустели на 150 тысяч штук. Такими цифрами похвастается в своем твиттере вице-президент и управляющий директор индийского подразделения Xiaomi Ману Джейм. По его словам, следующая дата продаж 15 ноября. Сколько смартфонов будет в этот день и хватит ли их хотя бы на 5 минут, индиец не уточнил. Напомним, Redmi i1 и i1 Lite ничем сверхновым от своих предшественников не отличаются. Однако имеют неплохие для их цены фронтальные камеры. Redmi i1 это 16-мегапиксельная камера. Также у них 5,5-дюймовые экраны с HD-разрешением и аккумулятор емкостью 3080 мА. Управляет Redmi i1 Lite процессор Snapdragon 425 с 2 ГБ оперативной памяти. В то время как Redmi i1 работает на чипе Snapdragon 435 с вариациями на 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Если верить слухам, складной смартфон Samsung может стать реальностью уже в следующем году. Какие только варианты конструкции устройств не встречались в патентах компании. А теперь инженеры взялись за проработку логики интерфейса. В новом патенте Samsung описан гаджет в стиле ZTE Axon M. Две раздельные панели складываются экраном наружу. Смартфон может использоваться как в вертикальном, так и горизонтальной ориентации. Кроме запуска двух приложений показали варианты расширения рабочего пространства, когда на одном дисплее отображается меню, а на другом текст книги, документы или открытое письмо электронной почты. Аналогичный режим доступен и в играх. На дополнительном экране может выводиться меню или кнопки управления виртуального геймпада. Все это напоминает портативные консоли Nintendo 3DS. Другой вопрос, удастся ли Samsung заинтересовать разработчиков, чтобы те добавили поддержку новой функции. В сложном состоянии верхняя часть заднего дисплея может использоваться в качестве тачпада. На второй экран может выводиться контекстная информация. Например, новости о выбранном в Google Play Movies фильме, обложке открытой книги или прослушиваемом музыкального альбома. Еще одна интересная задумка – это разделение приложения сообщений для каждой сим-карты в двух сим-мочных моделях. Скорее всего, первый сгибаемый смартфон Samsung получит один гибкий OLED-дисплей и будет выглядеть по-другому, но некоторые из описанных сценариев могут пригодиться и здесь. Релиз новинки ожидается во второй половине 2018 года. Японская компания Fuchsia Model представила маленький, но очень симпатичный смартфон Nightphone S. Гаджет размером с кредитку выглядит и работает как обычная кнопочная звонилка, хотя внутри у него Android. В отличие от создателей Jelly, разработчики даже не пытались сохранить возможность операционной системы. Нишевый смартфон оснащен процессором MT6572A и управляется Android 4.2 Jelly Bean. Но полистать ленту или твиттер или посмотреть видео на нем не получится. Почти на 1-дюймовом монохромном дисплее отображается только время, текст SMS и информация вызова. Нишфон S оснащен модулями Bluetooth и Wi-Fi, а потому может использоваться в качестве беспроводного модема для ноутбука и других устройств пользователя. На корпусе есть контакты для магнитной зарядки и слот NanoSIM. Емкость аккумулятора составляет 550 мА. Время работы не рекордное, но 3 дня в режиме ожидания или 4 часа в режиме разговора. В Японии продажи недоразвитого смартфона начнутся с 10 ноября по цене около 95 долларов. Нишфон S напомнил телефон Light Phone за 125 долларов, в 2015 году собравший более 400 тысяч на кикстартер. Сегодня мобильная платформа Google пусть не часто, но используется в некоторых кнопочных аппаратах. Продвинутый бабушкафон Эларис Айфон, к примеру, работает на урезанной версии Android без возможности загрузки сторонних приложений. Ну разве что предустановлен ватсап. Xiaomi без лишнего шума представили портативную электробритву Portable Electric Shave, которая уже на этой неделе станет доступна в Китае по цене около 27 долларов. Чем же интересно данное устройство? Xiaomi Portable Electric Shave – стильная штучка. Она заключена в алюминиевый корпус размером чуть больше кредитки с отполированной до блеска верхней крышкой. Новинка легко помещается в карман. Брющая сетка содержит 1148 отверстий, обеспечивает максимальный контакт с кожей. Предусмотрено только сухое бритье. Острое внутреннее лезвие сделано из японской стали с твердостью 60RHC. Частота колебаний 7600 в минуту. Кнопка выключения электробритвы спрятана под крышкой, что исключает случайное включение. Порт USB Type-C позволяет использовать зарядку от смартфона. Аккумулятор рассчитан на 30 дней работы и по 3 минуты бритья в день. Вряд ли портативная бритва справится с запущенной недельной щетиной. Впрочем, для этого есть более мощные модели. Беглый поиск конкурентов выдал две бритвы Brown M60 и M90. Они обойдутся дешевле, но работают от батареек. И судя по отзывам, покупатели бреют так себе. Компания HTC совсем недавно представила смартфоны U11 Plus и U11 Live. А в сети уже появились данные о новом будущем аппарате компании под названием Ocean Harmony. Неанонсированный HTC Ocean Harmony внешне будет похож на модель U11 Plus. Его также снабдят фирменной боковой панелью Edge Sense. Новинка также получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей и новомодным соотношением сторон 18 на 9. Основной начинкой станет процессор Snapdragon 652. В работе ему помогает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. За время автономной работы отвечает батарея на 3930 мА. Ожидается, что HTC представят новый девайс на отдельном мероприятии в декабре. О цене смартфона пока ничего неизвестно. Ожидаем что-то среднее между U11 Live и U11 Plus с относительно старым процессором и, надеемся, адекватной ценой. Скорее всего, Ocean Harmony это рабочее название и скоро мы узнаем реальное. Вместо процессора Snapdragon 652, возможно, лучше бы использовать свежестный Snapdragon 660, но, возможно, слухи ошибаются и компания поставит именно его. Еще интересует, почему HTC не представила новинку на прошлой неделе. Что в этом параде особенного и чего ждать до декабря? Или компания банально не успела закончить все вовремя и будет готова только в декабре и при этом удивить нас? Meizu рассказал об успехах фирменной оболочки Flyme. С момента релиза в 2012 году она доросла до шестой версии, а этим летом общее число пользователей Flyme превысило 60 миллионов человек. В ноябре 2016 года их было более 50 миллионов. По данным, на 30 июня текущего года Flyme разных версий портирована на более чем 100 моделей других брендов, и 4,9 миллиона пользователей с совместимых устройств решили сменить родную прошивку на вариант Meizu. В общей статистике компания указала все работающие устройства. Реальная активная аудитория составляет 40 миллионов, а ежедневными устройствами с Flyme на борту пользуются 35 миллионов человек по всему миру. Почти 60% пользователей Flyme это люди в возрасте от 23 до 35 лет, поскольку основные продажи приходятся на домашний рынок. Список самых популярных приложений возглавляют китайские сервисы, так как магазин Google Play оказался только в 33 месте, а YouTube с трудом втиснулся в топ-50. Если Meizu как минимум сохранит прошлогодние темпы роста, в ближайшие полгода фирменной оболочкой вполне может перешагнуть 70-миллионную отметку. В январе также ожидается официальный анонс Flyme 7. Хотя бюджетники семейства Meizu M5 до сих пор ждут финальную прошивку на базе Flyme 6. Инсайдеры утверждают, что компания собирается ускорить выход обновления для устройств на международном рынке, но, как известно, поживем увидим. Каждый раз наблюдая подобные новости, меня это очень сильно умиляет, но куда уж без этого. Верховный суд США наконец поставил точку в судебных тяжбах Samsung и Apple, который тянется еще с 2014 года. Тогда Apple обвинила Samsung в нарушении патентного права на разблокировку экрана Slide to Unlock и автоматическую трансформацию информации в интерактивные ссылки. Конкретно Apple требовала денег за каждый проданный смартфон Galaxy. В общей сложности это 120 миллионов долларов. Samsung признали виновной, но после апелляции в 2016 году решение было отменено. Затем Apple подала повторно жалобу и суд несколько затянулся. И вот, наконец, дело окончательно решено в Верховном суде, в высшем судебном органе США. Теперь Samsung должна выплатить Apple те самые 120 миллионов долларов. Samsung, разумеется, недовольны, с точки зрения Apple получит несправедливую прибыль от недействующих патентов. Но не спешите переключаться, в мае следующего года судьи вновь рассмотрят жалобы Apple о незаконном заимствовании дизайна iPhone. Сумма иска составляет еще 400 миллионов долларов.